За этот ослик она получила премию. Смотрите, какой симпатичный. А какой веселенький. И везет вам подарки и цветы. Настоящая сказка во дворе дома, рассказывают жители. Ее автор Наталья Алексеевна сегодня по некоторым причинам присутствовать не смогла. Ее помощницы раскрыли нам главные секреты. Из подручных и неиспользуемых материалов женщина мастерит сказочных героев. Здесь и всеми любимая баба яга, домовой и трехглавый дракон. А кто бы и знал, что начнется сказка с победоносного ослика. В этом году замок открылся полностью, поставили воду. И за зиму она придумала. У каждого замка же есть скотный двор, который обслуживает этот замок. И вон там, видите, зернохранилище. Мне вообще нравится, как она работает. В основном она работает зимой, все это делает. А потом уже летом все это выставляет потихонечку. Еженедельно в композициях обновления. На днях на территории замка появились качели и рыбацкие сети. Развернулась сказка на территории палисадника. Цветы добавляют волшебства, уверена женщина. Помогая ожившим сказочным персонажам невзначает достичь желаемого. Только однажды пропал у рыцаря меч. Кому-то он, видимо, приглянулся. А может, он просто упал. Может, он просто потерялся. Но мы его не нашли. Наташа сделала новый. Однако, если цветник Наталья Алексеевна благоухает, то несколько многолетних растений розы алиулины в одном из дворов советского района уже погибли. На днях сотрудники управляющей компании срезали ветки здоровых деревьев, уверяют казанцы, при этом не убрав их после спила. От ярких и цветущих клумб, которые ранее были украшением двора, сейчас практически ничего не осталось. Под тяжестью срубленных деревьев, которые, по словам жителей, лежат уже третий день, погибают десятки королевских ромашек, хризантем и хост. Вот тут я садила, вот они остались. Вот они здесь растут. Вот эта гвоздика уже подсыхает. Вот там тоже такая же гвоздика была. Вот в двух местах они свет набирают. Видите? Я обращался к дворнику вчера. Я говорю, когда уберут вот это безобразие? Она говорит, уберут тогда, когда нам дадут транспорт. А когда им транспорт дадут, это одному богу только и понятно. Поэтому хотелось бы, чтобы навели порядок. Все усилия и старания зря делятся эмоциями Роза Алиулина. В течение шести лет женщина самостоятельно покупала и выращивала растения. Ранней весной высаживала, а летом цветы радовали глаз казанцев. Вернуть прежний вид композиции уже не удастся, рассказывает женщина. Все жалобы сотрудники управляющей компании попросту игнорируют. Стоит ли дальше облагораживать территорию, стараться делать город краше, Роза Алиулина уже не знает. Марина Вахушева, Дмитрий Рыженко, Телеканал Эфир.